Каждый год, начиная с 2000 года, в январе в Латвии проходит литературный конкурс праздника русской культуры и образования «Татьянин день». В этом году тема фестиваля – 19-е столетие, золотой век русской культуры. Именно в 2000 году будут вмечать юбилеи многих писателей и музыкантов, поэтому организаторы конкурса просили участников обратить на это внимание. Что и сделал ученик Венсполской гимназии Эдгар Цебак и послал на участие в конкурсе свою работу. Я писал про то, как я встретился с Пушкиным, потому что в этом литературном конкурсе можно было писать в любом жанре. Итак, твоя встреча с Пушкиным, о чем вы разговаривали? Мы разговаривали о том, как он видит море, и потом он спрашивает меня, как я вижу это море. Я ему просто описываю море таким, как оно есть. Но после этого он говорит, что каждый человек в своей душе поэт, и я стараюсь как-то понять то, что подсказывает мне сердце. И когда я смотрю на это море, я его уже вижу совсем по-другому. Я вижу, что море выглядит, как синяя фиалка, и как солнце, как золотой мотылек впивается в его нектар. И после этого оказывается, что я снова сижу у себя в комнате и держу в руках томик произведений Пушкина. И неизвестно, был ли это сон или правда. Это вот ты видел такой, да? Да. Пушкин видел его как свободную стихию, которая несет свои волны навстречу судьбе. Ну, Пушкина понравилось как-то это? Ну, я не знаю, его ответ я услышать не успел. Юный гимназист в конкурсах фестиваля «Татьянин день» принимает участие с пятого класса. Уже накопился опыт, и тем не менее, рассказывает он, каждая новая тема – это возможность узнать что-то большее о русских писателях, поэтах, музыкантах, чем заложено в учебной программе. Жанр фэнтези в своих творческих работах Эдгар использует часто. Жанр фэнтези меня привлекает тем, что можно свободно сочинять то, как ты видишь, и не нужно держаться каких-то определенных рамок, потому что этот жанр позволяет придумывать, и на этом он и основывается. В этом году фестиваль завершится аккурат в «Татьянин день». Именно 25 января 1755 года в День святой великомученицы Татьяны был основан Московский университет. И вскоре именно этот день превратился в праздник русского студенчества.